Здравствуйте, дорогие зрители! Весь утро Карачаева Черкесия с вами. И сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. В Карачаево Черкесии переменная облачность. В горах местами небольшие осадки. Дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Днём порывы 16-21 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 4. В горах минус 2, минус 7. Днём плюс 9, плюс 14. И местами 0, плюс 5 градусов. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Днём порывы 16-21 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,2, днем 10, 12 градусов. 2024 год объявлен в России годом семьи. В Корчаево-Черкесии немало семейных пар, которые прожили в браке более 50 лет. В поселке Медногорске Урубского района семья Копыриных отметила бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни. Счастливым продолжением семейной жизни стало рождение сыновей – Андрея и Никиты. Они оба окончили Суворовское училище и стали военными. А для внуков семьи Копыриных бабушка с дедушкой стали примером большой любви один раз и на всю жизнь. Подробнее о юбилярах мы расскажем в наших информационных выпусках. Очень приятно видеть их такими молодыми, красивыми. Глаза у них горят и у Юрия Михайловича, и у Галины Ивановны. Как будто они встретились, как будто это только вчера. Ну, естественно, конечно, хотелось бы пожелать им прожить еще дольше. Производство продукции животноводства в республике показывает положительную динамику. Об этом сообщает Управление Федеральной службы государственной статистики по СКФО. Так, за январь 2024 года произведено около 5000 тонн скота и птицы на убой. Это сравнительно больше, чем в прошлом году. Напомним, ранее глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов отметил, что обеспечение продовольственной безопасности региона и всей страны в целом – важная задача, которая стоит перед регионом. Также в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддержка сельскохозяйственной отрасли обязательно будет продолжена. А объем производства российского АПК к 2030 году должен вырасти не менее чем на четверть. В Карачаево-Черкесии уже начались весенние полевые работы. Первыми приступили аграрии из Прикубанского и Ады Хабельского районов. В ближайшее время хозяйство планирует начать сев ярового ячменя. Основные посевные площади уже сформированы. Главная задача – обеспечить кормами животноводство. Продовольственную безопасность традиционно составляет зерно и овощная группа. Аграрии уже закупили порядка 6000 тонн удобрений. Это соответствует уровню прошлого года. Продолжается подготовка техники, средств защиты растений, топлива и семенного материала. Традиции, обряды, обычаи, вера и язык. Эти мировоззренческие, нравственные и этнические ценности, определяющие лицо нации. Ее самобытность, уникальность, социальную и духовную особенность обсудили на ГТРК Карачаева-Черкесии. Автор рубрики «Народные традиции» на карачаевском языке Медина Джанкиозова пригласила в студию представителей системы высшего образования общественной организации «Карачай-Алан Халк», руководителей фамильных родов, старейшин, религиозных деятелей. Программу «Народные традиции» с Мединой Джанкиозовой смотрите 20 марта на канале «Россия-1» в 16 часов 30 минут. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на черкесском языке, затем также программы черкесской редакции. Более подробно о новостях сегодняшнего дня в следующем информационном выпуске в 14.30. А я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи.